В Архангельске закрыты все ледовые переправы. Для перевозки пассажиров ходят буксиры. С их расписанием можно ознакомиться на сайте администрации города или в речном порту. В области пока работают только три пешеходных переправы в Мизенском, Манежском и Приморском районах. Ледоход в столице Поморья ожидается 28 апреля. Сейчас он в Виноградовском районе. Ненецкий округ может стать зоной карантина по бешенству. Там найдены зараженные смертельной болезнью лисы. Животных поймали собаки. Если диагноз подтвердится, сразу два района Заполярной столицы могут стать карантинными зонами. По данным ветеринарной службы, в прошлом году в НАО зафиксирован случай смерти человека после укуса больного песца. В Северодвинске назрел очередной дачный скандал. Садоводы и огородники не согласны с определением минимального размера участка. Дело в том, что уже несколько месяцев в городе Корабелов норма составляет 4 сотки. Если участок меньше, оформить собственность его невозможно. Такое решение приняли депутаты местного горсовета. Владельцы против, ведь у многих есть 1-2 сотки, а то и меньше. И сегодня эти участки невозможно приватизировать, а значит продать, подарить или передать по наследству. На общественных слушаниях дачников депутаты горсовета Северодвинска пообещали, что на ближайших сессиях эту проблему решат и сократят минимальный размер участка для приватизации до 2 соток. В Архангельске возле железнодорожного вокзала горела часовня Сергия Радонежского. Пожар тушили три расчета огнеборцев. Они ликвидировали горение за 7 минут. Никто не пострадал. Тем не менее, пламя сильно повредило часовню изнутри. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Более 800 килограммов вторсырья – таков итог эко-баттла в Новодвинске. Помимо города бумажников, к экологической схватке присоединились 8 муниципальных образований региона. Участники приносили на пункты сбора макулатуру, пластик и крышки. Все вторсырье отправится на мусороперерабатывающий комбинат. Организаторы эко-баттла уверены, лучше дать бумаге и пластику вторую жизнь, нежели просто выбросить. Ведь, как известно, пластиковая бутылка разлагается около 200 лет, изделия из бумаги – два года. В Котласе Новоселе отметил психоневрологический диспансер. В новом здании комфортно будет и врачам, и пациентам. Большой удобный холл, широкие коридоры, раздевалка, регистратура, светлые просторные кабинеты, компьютеризированные рабочие места. Отдельные условия созданы для маломобильных групп населения. Улучшить условия работы и расширить возможности диспансера удалось благодаря соглашению между региональной и местной властью. Оно было подписано в 2015 году. В новом корпусе расположились три участка, охват большой – всего около 300 тысяч человек. В ремонт и оснащение новой психиатрической поликлиники вложено порядка 4 миллионов рублей. В Вельске прошел 17-й межрегиональный турнир по боксу. На ринге отношения выясняли 247 спортсменов из 26 городов России. Это две сотни разрядников, 13 кандидатов в мастера и три мастера спорта. Впервые в соревнованиях приняли участие две женские команды из Вельска и Вологды. В восьми весовых категориях разыграли 50 комплектов медалей, 23 из которых остались в Архангельской области.